Привет, YouTube! Наконец-то руки мои добрались до камеры. Меня тут уже спрашивают, куда пропало, пишут комментарии. Я извиняюсь, что долго меня не было. У меня здесь я искала... Ну, не искала, я нашла новую работу. У меня такой был переходной период, в общем-то было мало времени на что-либо ещё. Ну, вот сейчас как-то всё более-менее устаканилось. И сегодня у нас выходной, такой праздничный выходной. Понедельник мы не работаем, поэтому я отдыхаю. И вот сегодня решила прогуляться по лесу. Я нахожусь в каньоне Little Cottonwood Canyon. И тут хайк называется Donut Falls. Хайк очень такой простой, несложный. Несложная такая прогулка по лесу. Вот за мной красивый такой ручеёк. Ну и сейчас я немножко буду гулять. Поснимаю чуть-чуть. Покажу вам, как это выглядит. Вот рада всех видеть, скажем так. Я тоже уже по ютубу немножко соскучилась. Как не совсем, на самом деле, не было времени и сил чем-то таким заниматься. Но я постараюсь всё-таки вернуться в режим, так сказать, войти. Переснимать видео. У меня лежат пары видео, которые я ещё не обработала. Которые сняла достаточно давно. Я тоже до них доберусь. И выложу в скором времени. Ну всё, пошли гулять. Это у нас здесь Little Cat Mood Canyon. Donut Falls Hike называется. Очень красивое место, симпатичное, такое милое. Не очень трудный подъём. Достаточно плоский. И в самом конце там есть место, где можно подойти к самому водопаду. Там нужно по камням прыгать. Я к самому водопаду не пойду. А просто так вот прогуляться по лесу можно. Не трудно. У нас уже начинаются осенние краски потихоньку. Наступает осень. Сегодня у нас первая неделя, первый выходной сентября. Такой очень популярный хайк. Здесь всегда много людей. Но сегодня ещё такой выходной, поэтому праздничный. И всегда много людей на него. Вдоль этой дороги здесь ещё есть кабинки. Не кабинки, как срубовые домики. По-английски cabins. Люди здесь их сдают в аренду. Можно на выходные взять такой кабин. И компанией отдохнуть. Многие так делают. Очень красивый лес. Осинки. Здесь много мелких троп также. По лесу просто погулять. И по идее можно припарковаться там наверху. Но там всегда мало места. Поэтому основная масса паркуется внизу. На нижней парковке. И потом поднимается наверх пешком. Но в принципе, если есть такое желание. И не хочется подниматься пешочком в гору. То можно доехать туда. Либо выгрузиться. Либо припарковаться наверху. И оттуда уже подъём будет попроще, полегче. Там уже ты в лесу. А как бы не обязательно и далеко даже идти. Вон там дальше обустроена площадка для кемпинга. Для пикников. Вот там дальше гляжу. Дом на колёсах пристроен. Трейлер вернее. Гора красивая какая. Много сосны здесь. Вот у нас сейдж-браш. Вот этот вот серенький. Местный. Кустик. Очень зеленый здесь хорошо. Куча сосны. Сосновых. Пойдём дальше. Написано, будем проходить через частную территорию. Пожалуйста, относитесь с уважением. Здесь спрятаны домики. В кустах, скажем так. Красивый такой лес. Осинки-осинки. Беленькие. Тоже частная территория написано. Частная территория не заходить. Что у нас там? Самолёт или вертолёт? Где-то. Идём дальше. Такой лёгкий ветерок приятный. Гора красивая. Почти правильный треугольник. Почти. Вон там домик прячет. Мне кажется, тут даже, может быть, и живут люди. Некоторые прям так в лесу и живут. Это, как правило, те, кто уже на пенсии, им работать не надо. Вот они так и живут в лесу, потому что дороги здесь хорошие. Если что, и скорая может приехать. Вот. Поэтому. И зимой их чистят эти дороги. Здесь курорты говнолыжные. Здесь очень много движения. И вот некоторые так и живут в лесу. Очень здорово, конечно. Вот, пожалуйста, тоже домик. Как-то я здесь уже делала видео, снимала. Такую прогулку по этому маршруту. И в последний раз, когда я была, давно уже тоже это было, но мне попался по пути огромный лось. Вот. Но лоси, они такие говорят, опасные, на самом деле, животные. Они могут и агрессивно себя вести. Поэтому, если увидел лося, лучше потихоньку иди в другую сторону. Вот кусок земли на продажу выставлен. Вот этот участок. Конечно, за сколько, я не знаю, но думаю, немало. С 1000 стопа, наверное, надо заплатить за такой участок. У нас в каньонах земля очень дорогая. Всегда была дорогая. В долине стала очень дорогая последние несколько лет. Здесь она тоже не дешевеет. Елочка маленькая, хорошенькая. А я все иду к парковке верхней. И там начинается уже непосредственно сама тропа. Ну, она и так, в общем-то, идешь практически по лесу. Очень красиво все равно. Сегодня у нас еще жарко. Я в шортах. Оделась по-летнему. У нас, как правило, до середины сентября достаточно жарко. Люди ходят в шортах, еще в майках. Потом начинает жар распадать. И вот, как правило, в ноябре, уже первые две недели ноября, уже может и снег выпасть. И так, 0 градусов. Даже минус, может быть. Но, тем не менее, осень у нас такая длинная, хорошая. Теплая. Красотища. Меня часто спрашивают, где все люди, где все люди. Вот люди у нас по горам ходят. Активным образом жизни живут. Поэтому в спальных районах обычно по улицам людей не найдешь. Потому что обычно у людей, если они на работе, то на работе. Домой приехали, дома. Ну, как правило, если что-то у них время есть свободное, то все-таки люди выбирают заняться чем-то таким активным, как типа в горах. Вот. Особо около дома может быть с собакой прогуляться. Ну так, с коляской прогуляться. Ненадолго. А в основном все-таки по улицам просто так много людей не гуляет. Люди выбираются куда-то специально вот так вот прогуляться. Благо у нас все это здесь близко. Нетрудно добраться. Вон там дремучий лес, можно сказать. Ручеек бежит. Так красиво. И прохлады веют оттуда. Высокие-высокие сосны. А здесь у нас белоствольные осинки тоже высокие-высокие. А вот здесь верхняя парковка. Даже я гляжу, здесь место есть немножко. При желании можно припарковаться и здесь. Туалет общественный такой. Типа сортир. Вот. Ну и мы подходим к самой тропе, которая ведет к Донат Фоллс. Донат Фоллс переводится как водопад. Донат. Бублик сладкий. Пончик с дыркой. Донат. Ну и вот. Потому что там на самом деле дырка в скале и через нее вода падает. Вот поэтому так и назвали. Какая-то еще дорога идет куда-то. И вот. Дальше туда Донат Фоллс. Ой, какая рябина красивая. Красавица какая. Ой. Вообще супер. Вон она какая. Яркая. Ну а здесь бы я сказала, что есть места, где вот так вот много камней. А есть тропы более такие ровненькие. Вот как, например, эта тропинка достаточно гладкая. Поэтому можно по ней спокойно подниматься. Ну а дальше здесь немножко тоже камни. Но все равно достаточно терпимо. при желании можно подняться. Поднимаемся дальше в лес. Вот с той стороны слышно воду. Там ручей. Красивые осинки сзади. Такие прямые. А я поднимаюсь наверх. Вверх и вверх. Выше-выше. Вот закончилась каменистая секция. И отсюда уже дорожка поровнее. Но вообще, наверное, конечно, это средней сложности. Хайк подъема. Подъем может быть не такой, но вот очень много камней, поэтому у кого с балансом не очень, может быть сложновато. Такие таблички, чтобы не потеряться. Тоже подъем резкий. Но все равно хорошо, так прохладненько в лесу. Не жарко. Там слышно водичку. Тихо в лесу птички не поют. Вот эту секцию люблю. Такая между сосен. Красивая. Вон они какие булыжники. Нужно аккуратненько. Кусты, кусты, кусты. Какой-то местной растительности, ягоды. Не знаю, съедобные, несъедобные. Это что-то типа... Ой, вот споткнулась уже. Вернее, чуть не споткнулась. Вот это место тоже классное. Там внизу где-то водичка, речка. Где-то, наверное, в целом часа полтора ходят на эту прогулку в лесу по тропе. Вот там внизу даже дорога есть. Вообще здесь где-то неподалеку есть шахты. По-моему, угольные шахты. Ну и к ним, естественно, дороги есть. Но они уже не действуют, эти шахты. Они считаются заброшенными с привидениями. Вот. Туда как бы не рекомендуют соваться, но некоторые люди ищут себе на голову приключений и лазят по шахтам. Вот. И туда идет дорога, в общем-то. Я уж не знаю, можно на Four Wheelers туда проехать, на этих вездеходиках маленьких. может быть, и можно. Ну, благо, здесь вот что мне нравится, конечно, предусмотрено, ну, не этот непосредственно каньон, может быть, не эта тропа. Но много есть мест, куда можно приехать, если даже человек с ограниченными физическими возможностями и тоже могут подъехать достаточно высоко в горы. Есть места, где можно либо очень легко прогуляться по специально сделанным тропкам, либо на инвалидном кресле, либо на таких специальных скутерках. То есть на любые возможности физические. Тем не менее, можно найти себе вариант, чтобы побыть в лесу в свежем воздухе, посмотреть на красоту. Ну, и для тех, кто любит экстремальные всякие прогулки по лесу, тоже такого предостаточно. Снова сосновый бор. Я в такой кепке удобной в лесу. Очень красиво. Где-то здесь птички, белочки кричат. Интересно. Ну, пошли дальше по тропе. Как высоко поднимешься, у меня вот сейчас уши заложены немножко так себе в нос говорю. Чуть-чуть. Потому что мы высоко в горах. И воздух здесь уже более разряженный, поэтому быстро дыхалка кончается. Приходится так дышать глубоко и тяжело. Скажем так. Какая-то ягода красная редкая, яркая. Может быть, даже ядовитые такое тоже может быть. Здесь есть ядовитые ягоды, грибы, всякая растительность. Тоже какие-то непонятные ягоды. Тоже возможно ядовитые, но я точно не знаю. Здесь есть и не ядовитые ягоды. Всякие дикая малина, ежевика. Ой, водичка хорошо. Здесь, я так понимаю, можно остановиться на пикник при желании. Такая площадочка под сосенками. Мостик. Классно. Идем дальше. Здесь у нас сейчас будет такой плоский промежуточек. Достаточно. Кустики всякие интересные на крыжовник похожи. Вот. Потом будет секция опять через ручей. Вот там достаточно крутой подъем. здесь пока сейчас будет такой плоский. Тут дорога тоже есть. На вездеходах наверное можно и по этой дороге при желании. Сейчас скоро будет развилка и я наверное пойду прямо. Можно пойти налево. можно прямо. Не знаю посмотрим может быть и налево. Какая-то она мне кажется более протоптанная налево тропа. Красотища. Вот уже немножко осенние краски начинают появляться. Где-то у нас самый такой золотой осенний сезон это середина сентября. Концо октября но в горах немножко пораньше. Это вот начинается прям такой золотая осень скажем так. Через недельку уже будет намного больше. ярких красок. Пока еще достаточно зелена. И жарко даже в горах. По-моему я выбрала трудный такой более трудную тропу но ладно посмотрим. Интересные белые ягоды. не знаю как называется вот мы приближаемся к месту где такой скалистый подъем или спуск мне придется камеру убрать подальше потому что нужно будет карабкаться аккуратно спускаться помогать руками и ногами что называется вот вот как здесь интересно такое местечко но по идее не обязательно прям туда идти можно развернуться идти обратно но у кого желание есть можно прям спуститься туда дальше спустилась я воды не так уж много ну так как по ступенечкам получается главное держаться аккуратно медленно и вот здесь уже такие просто булыжнички у нас пошли ой хорошо как водичка такая прохладненькая приятно можно ноги в воде помочить при желании не знаю вода холодная или нет у меня такие специальные можно сказать водные тапочки которых вода холодная 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 ледяная просто а весной она еще холоднее вообще лед вот так вот идем дальше к водопаду и вон он водопад при желании можно прям туда подняться вот я прям посередине этого ручья стою прям по воде прошла просто сейчас благо вода мелко достаточно поэтому не по колено а весной здесь конечно намного больше воды прям такой сильный ручей и нужно проходить по мосту вот там где люди сейчас идут а я иду просто по воде можно сказать в принципе она не такая уж и холодная поэтому можно прям так вот можно идти в обход а я прям просто так по ручью и иду потому что он меленький такой я прям по нему поднимаюсь вот так вот народ прям карабкается карабкается по камням не боится но некоторые боятся он аккуратненько так я не полезу на самый верх ну его нафиг как говорится вот можно еще так поняла по той тропе подняться но это куда-то еще прям совсем высоко а вот там вот где вода она падает в такую пещеру через дырку в потолке и в пещере ты получается если посмотришь наверх будет такая дырка от бублика и в нее падать вода вот собственно говоря поэтому и называется Донат Полз очень красиво народ карабкается потихонечку аккуратненько вот так вот я вот так вот иду по воде зато не жарко вот так иду 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все, идем обратно Я, конечно, туда наверх подниматься не стала Потому что я, во-первых, одна, руку подать некому И гуляю сегодня одна, поэтому рисковать не буду лишнего Детишки камешки бросают Прямо так по ручью иду, потому что, в общем-то, самое простое Но мне, благо, ботинки резиновые, поэтому не страшно Можно и намочить Так мелко-мелко здесь хорошо Вот так вот Вот такой здесь хайк у нас, Донат Холлс Классное место Идем обратно Сейчас нужно будет опять подняться по этим камешкам Пройти через речку, через ручей Ой, вот так вот, ребятня шлепнулась Шлепнулась Ой, вода холодная 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 Ледяная Не страшно Классный ручей Говорят, в здешних водах даже можно найти золото Некоторые даже этим занимаются Вымывают золото Золотой песок Ну, конечно, его мало Это так уж просто Для Ради развлечения Тем не менее Ну, все Теперь нужно Высушить ботинки мои Чтоб к ним весь песок Не лип Немножко, чтоб подсохли И потом можно идти дальше По пыльной дороге Какие интересные дырочки В скале Это, наверное, какие-то птички там живут Поднялась по склону По камушкам А теперь идет тропа обратно У меня эти Хлюпают мои Сандалики Сырые Они специальные Чтоб можно было и по воде И по суше В таких Ой, хорошо Чистый воздух У нас в этом году По Америке В Юте В частности Было очень много пожаров И все лето В долине Очень такой Надымленный воздух Грязный От дыма Дышать нечем Поэтому Все, кто хотят Выбираются повыше в горы Здесь воздух почище Но сегодня У нас и в долине Неплохой воздух Разогнало ветром Вот Обожаю осинки Белоствольные Как березки Они красивые Похожи И в куку Завод П Design Продолжение следует... Идем В сетях Много Я не буду Помогу Неплохо В сетях В сетях Много Услов Вылез Классно Такое единение с природой Ну не совсем единение, но тем не менее Я таким образом люблю Отдыхать Меня это расслабляет На природе Вот такая у нас прогулка Получилась сегодня с вами Если будет что-то еще интересное Я включусь Эти цветочки Их здесь часто можно встретить Так, сейчас немного людно На данный момент Дело идет к вечеру Сейчас наверное уже часа 4 Вечера поэтому Наверное в обед здесь народа еще больше Мостик Ветер, чаек Здесь когда побольше воды Даже можно ловить Поймать рыбу Речную форель местную Сейчас конечно очень мелко Но есть места где такие Заводи Там даже люди рыбачат некоторые Красотища Красотища Вот такая у нас получилась прогулка Спасибо за компанию Всем хорошего настроения И пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому